всем привет добрый вечер мне спокойно не сидится не живется у меня возникла новая идея сейчас я вам покажу что я тут вырыла только навела порядок в квартире в комнате вернее в этой в рабочей своей сейчас я вам покажу что я тут устроила рылась 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 как всегда вывалила все свои залежи все на свете повываливала не хочу переключать на другую сторону смысле камеру мне для того чтобы перевести камеру в обратную сторону мне нужно все выключить лоскутики лоскутики надеюсь все видно куча вот всяких лоскуточков сейчас покажу что это вот моя идея я не знаю понятно не понятно что это но буду сейчас показывать по мере по мере продвижения если получится значит видео выйдет если не получится значит видео не будет но для этого мне нужно очень много разного оттенка лоскутиков разного цвета и оттенка но вот буду мудрить сейчас не вижу что снимаю когда будет готова покажу полностью такая у меня идея видите рождается такая интрига но не получается по-другому снимать как есть я продолжаю свою интригу сегодня уже второй день того что я тут вытворяю вдохновили меня мои блокнотики на это вот один из них лежит но там кто помнит а кто может посмотреть и вот интрига моя продолжается вот часть интриги уже лежит а это вот следующая часть в этот раз я решила стюшку делать разными нитками сейчас я сделала очень темно-зелеными но они почти черные такие зелено-коричневые почти черные остальную стежку я постараюсь сделать ну я буду тоже темными но все-таки цветными хочу делать хотела я свою интригу затянуть подольше но смотрю что смотрю что нужно снимать поскорее и показывать то чего я надумала делать потому как народ рвет подметки из-под ног поэтому я решила в общем-то не дожидаться пока я сделаю вариант своей личной пиццы у меня проект мне нужно сделать 5 панно на стену это будет панно на стену прошу прощения там на задний план не обращать внимание если там бардак потому как это моя мой рабочий кабинет и у меня оказывается спина на шестом десятке появилась поэтому мне иногда приходится знаете как-то лежа полу лежа и там у меня даже на диване бардак собака своих игрушек нанесла она любит сносить туда где я нахожусь всякую лабуду значит я показывала органзу я купила у меня еще другая органза есть но это именно для этого проекта я вот такую органзу в рулонах использую ребята она конечно классная она так идет хорошо и она утюга не боится правда у меня что-то произошло с утюгом и он не греется до как на троечку может быть она бы и горела если бы на тройке ну не знаю как раз он сломался так как ему захотелось и как мне удобно поэтому меня устраивает и все видели мои вот эти тоже ну подобная техника как бы похоже на эту технику на пиццу я делала обложки то я еще где еще у меня блокноты ну ладно вот где я использовала видите неудавшуюся вышивку и покрыла это сеткой это не органза это сетка причем сетка которая знаете ее ставят она тянется слегка ее ставят на чехлы она так облегает а потом какие-то ну вот она сюда очень хорошо легла где-то еще блокноты но они меня есть видео их можно посмотреть и вот они мои это начало моих проектов два уже один почти готов нужно только оформить второй практически готов доделать и оформить но я решила что я трачу время упускаю время я не трачу его я его упускаю просто поэтому я показываю это пицца но более художественно оформленная вот синтепон вот они все там слои их куча единственное что я сюда внутрь вставляю не мусор а а именно такая более оформленная более оформленный мусор как скажем вот я покажу вам фрагменты чтобы было понятнее и вот второй не совсем он достиган еще и потом я покажу потом я покажу все уже оформленные на месте но это уже будет какая-то такая хвостушка по хвостушка я прошу прощения я понимаю что может быть что-то у меня сейчас дикции но я после стоматолога поэтому прошу прощения какое-то время дикция будет у меня такая как сейчас я рада что она такая а не хуже я думала я вообще не смогу разговаривать первое время но как есть так вот я сейчас начну показывать как я это делаю что я делаю и будем делать вместе поехали значит показываем что мне нужно я сначала заготавливаю приблизительный размер основа которая будет вот это то что пойдет на дно и вырезаю сразу заготавливаю у меня вот такие куски это подклада от куртки с синтепоном она чуть больше этой основы потому что основа самая последняя будет присоединяться это я вырезаю и на время откладываю затем у всех наверно хозяек куча заложенных рукодельниц хозяек вот эти мешки то я уже отрезала это от обуви мешки это флизелин я его не выбрасываю он всегда пригождается вот я отрезала по размеру и сейчас на него я начинаю накладывать основной рисунок я сейчас это покажу направлено рисунок не на рисунок а на стол и вот уже мои заготовки то есть они более оформлены это то что я как бы то чем я собственно и поделилась ну я когда-то детстве я рисовала как будто бы неплохо но ни во что это серьезная не вылилось ну ну в общем то с другой стороны пригождается я честно скажу я особо не палитру не знаю правил этой палитры не мне это просто не лень учить не потому что я там мне лень на это тратить время но так приблизительно я могу там открыть посмотреть и в общем то и все и вот смотрите основные такие большие куски видите примащиваю и смотрю что я хочу получить вот я хочу чтобы у меня была какая-то речушка но она должна быть обязательно у меня уходить куда-то вдаль о господи цепляю прошу прощения я хочу это все быстро отснять в короткий промежуток вложиться времени чтобы это не было нудно ну конечно что-то будет вырезано имейте ввиду флизелин некоторые имеет такую особенность он может под утюгом плавится ну во всяком случае некоторые некоторые такие вот тут можно вот это уже можно конечно и белую прогалину такую заложить но я все это сразу проглаживаю я не хочу чтобы у меня были белые прогалины здесь они мне сейчас не нужны поэтому как раз вот тут я и закрою иногда я использую уже забросала сейчас одну минуту вот иногда я использую вот такой клей я это уже показывала он очень хорошо фиксирует я уже в последний момент я потом это обычно делаю когда я сначала я все это намечаю размечаю прикидываю как это у меня будет потом уже собираем тут я хочу просто показать чтобы это было и быстро и и понятно единственно хочу чтобы был наклон речка уходящая вдаль речка я не хочу очень темных жухлых переходов поэтому я так прикрою и белых прогалин я не хочу поэтому мы некоторые пустые места клей нужно закрывать желательно потому что он имеет такую особенность подсыхать так я все никак не могу нигде использовать эту вот это кружево мне очень нравится вот здесь я его все таки и использую сейчас ага тогда вот это можно убрать а я вот сюда его положу вот сюда здесь у меня потом все это конечно уже подгонится но дело в том что когда все это подстрачивается оно оно немного сжимается и я сначала так прихватываю а уже потом видите что я делаю я немного художественно все это оформляю там где конечно интересно как сказать это можно конечно большие сумки вот такую картинку сделать панно допустим да как я хочу но не целесообразно на маленькой косметичке либо совсем манюсенький этот узорчик делать тогда да совсем какой-то такой маленький рисуночек надо тогда можно цветочки там какие-то кружатся внутрь пустить но именно вот красиво так художественно вырезать его тогда уже пустить вы сейчас поймете для чего я имею ввиду художественно этот клей очень хорошо подсушивается и сцепляется под утюгом и сейчас я хочу такую перспективу какую-то мне вот эти очень нравятся но не да вот можно сейчас пустить вот так очень нравится мне этот лоскуток и он у меня последний вот так он отлично ложится отлично отлично шикарно и чудесно и все это я подрезаю и вот так вот немного фиксирую смотрите остался ну вот можно как раз я еще знаете мне очень нравится вот эти текстуры а да пардон у нас вот пойдет текстура сюда вот это ах немного я я хочу вот эту часть осветлить но при этом я не хочу закрывать вот тут яркую вот эту часть значит я сейчас эту красоту которую вырезала я ее отсоединю но я ее перенесу здесь очень красивый вот этот фиолетовый налет цвета поэтому я сделаю вот так все я думаю это можно прикладить клей от воды немного тает поэтому этого не нужно было делать сейчас все поправим сейчас все поправим где моя утюжка иногда про утюжка просто необходимо просто на мое счастье у меня очень много марли поэтому когда одна марля портится я утюг запачкала и он теперь цепляет мне не хочется отвлекаться на его чистку ну вот уже как есть вот видите когда я прошу прощения за задержку за заминку так сказать когда я почистила еще у меня видите спрей есть фиксирующий но он вы знаете во первых очень не дешевый очень не дешевый во вторых кто боится кто кто аллергик не советую а третьих он так плохо смывается если попадают пятна я когда-то вышивала блузу и что вы думаете эту блузу он мне испортил этот клей поэтому я его не советую я смотрю что хочется прям совсем эту сетку убрать чтобы совсем выделялась потому как когда покроется еще и органзой вот отлично теперь отлично слегка слегка не обязательно прям все там измазать клеем слегка нужно прификсировать ну а то могут просто теряться ваши запчасти пока вы доходите даже сколотые я не очень люблю прям совсем уж так скалывать так и сейчас я ищу в этой массе всего вот у меня что есть этот кусочек мне еще пригодится такие яркие красивые вот эти лоскутки мне очень жаль что они я еще очень люблю здесь уже есть один цветок да вот еще очень интересный кусочек у меня у меня очень здорово выручает сейчас я я просто даже уже знаю как она выглядит на на картинке под сеткой потому у меня потому как у меня есть уже они я так часто говорю фразу потому как почему то она ко мне очень давно прицепилась и я прошу прощения если она кого то раздражает ну вот как есть как есть так и говорю я уже примеряю но смотрю чего там не хватает в общем то уже достаточно симпатично но не так не так оформлена как в тех моих заготовочках я хочу сейчас добавить я сейчас подумаю приготовлю и уже досниму покажу ну собственно вот готово я конечно вам лично я советую тем кто начинающим не всем ради бога кто как умеет делать но начинающим я советую все таки вот либо вручную прокрепить вот эти все места хотя они на клею они немного держатся ну я это сразу накрою уже и смогу пустить под машинку в общем то даже не закалывая но хотя как бы опять же я советую заколоть наживить сначала вот в эти три слоя то есть первый слой вы поняли основа которая начальная основа потом эти все лоскутки слой лоскутков здесь не очень толстый слой это не так как вот когда мусор собирают но вы знаете я все таки начала собирать совсем мусорные обрезки но именно красивые которые цвет красивый видите не хватает вот того оттенка того оттенка и они все пригождаются хотела еще вот этот использовать он такой интересный песочный ну куда нибудь я его в пустыню использую когда нибудь здесь очень красивый попался мне вот этот хорошо что я его нашла очень нужны вот такие для пейзажей очень классный цвет все я сейчас подумаю ну я уже понимаю чего мне здесь не хватает но это я уже сделаю в последний момент в общем то основная основная задумка уже видна и сейчас я буду только показывать процессы как я это делаю за машинкой я не могу показать мне некуда цеплять камеру я просто буду показывать уже следующие этапы хотя я бы советовала вот на этом этапе слегка прокрепить просто мне этого не нужно я уже умею это делать без промежуточного варианта и потом уже я поставлю на синтепон а уже после всего я уже прицеплю к основе все поехали ну думаю для первого для первой серии моего видео достаточно посмотрите я что сделала я свободно ходовой стежкой то есть я достаточно художественно подошла к этим своим изделиям и я свободно ходовой стежкой еще простегала основные моменты рисунка и он прорисовался и если в первой картинке я делала все одним цветом то потом решила проэкспериментировать и сделать разными цветами но вижу что нужно к этому тоже более вдумчиво подходить и ну важно остановиться потому как вот например эта моя работа она получилась самая плоская а там где я все-таки меньше прикладывала свои рвения фантазии они все-таки более объемные ну и конечно это зависит от толщины самого синтепона но синтепон у меня здесь из одной и той же куртки поэтому я просто на этой картинке я просто увлеклась а уже здесь вовремя себя била по рукам вернее наоборот я старалась здесь не перестараться и думала если что-то захочу добавлю ну в общем то для того чтобы они были все-таки в одной как бы гамме здесь я добавила только голубую нитку все остальное такой очень темной почти черной она такая из черно-зеленая скажем так и здесь я только добавила голубую немного и все здесь у меня бордовая такая темно-сиреневая и голубая добавлена ну видите как угадывается рисунок то есть здесь соединена и аппликация и свободноходовая строчка и как бы техника пицца здесь и все на свете и я не знаю как это все назвать в интернете я этого не видела я это видела как-то частями и сложила все это у себя в голове и сделала вручную да это можно и вручную настигать ну мне не хочется пока потому как здесь мне нужна очень такая плотная строчка и только у меня нет ножниц вокруг я вижу ниточку которую пропустила я срезаю ну вот уже у меня три моих картинки есть мне нужно еще две придумать я наверное здесь еще все-таки провожу стежку выделю рисунок гипюра как-то мне очень бросается глаза я сейчас такой вот среднего цвета какого-то мне конечно нужно придумать как это все красиво оформить потому как это будет висеть на стенах я хочу так хочу пока чтоб такие картинки на стенах у меня повисели те которые висят надоели поэтому над оформлением я еще думаю это видео я вам уже покажу и я люблю смотреть в глаза когда разговариваю кружится голова так вот это видео как раз выйдет я придумаю ну простите шатается я придумаю как я оформлю свои эти картинки и за это время сделаю еще недостающие две отложила я конечно свои обложки делать ну это из обложек родилось в принципе если вот такая небольшая видите ее можно и на обложку пускать ну естественно и на косметичку косметички у меня в проекте но я хотела именно свою квартиру переукрасить вон весь на заднем фоне фотографии в рамочках картинки мне нужно было по фэншу именно такую картинку они мне уже надоели я хочу их убрать ну и там были дырки уже сделанные в стенах поэтому все равно их нужно чем-то прикрыть ну вот временно прикрою такими картинками потом еще что-то придумаю всем пока не знаю когда выйдет видео с готовыми ну этим я хочу поделиться люблю целую и обнимаю подписывайтесь ставьте лайки приглашайте друзей будет еще много идей которые у меня в голове роятся но я не успеваю все это поставить показать сделать но я очень стараюсь все всем пока а а а а